100 тонн штукатурной смеси. Именно столько, по предварительным подсчетам, потребуется, чтобы придать Лежневской колокольне первозданный вид. Реставрационные работы на объекте культурного наследия закипели здесь 27 июля. Белокаменная красавица отделась в строительные леса. Дополнительно вокруг памятника установили защитную сетку. Год назад здесь также проводили реставрационные работы. Укрепили основание объекта культурного наследия, заменили деревянные перекрытия. В этом году предстоит завершить начатое. Впервые за более чем 30 лет у нас такие серьезные масштабные работы реставрационные. Конечно, радует, что будет действительно преображение. Не какой-то косметический ремонт, а именно колокольна преобразится, будет заново штукатурено, покрашено. Много будет внутри сделано. Я надеюсь, что еще не один десяток лет простоит на радость жителям и гостям нашего поселка. Работы много, говорят специалисты. Им предстоит отреставрировать 2500 квадратных метров. Сейчас отбивают старую штукатурку. На одном из участков уже начали наносить новый штукатурный слой. Демонтированные решетки будут реставрировать и металлические заполнения оконных и дверных проемов. Срок окончания работ 20 декабря. Зимой, конечно, малярные штукатурные работы производить не будут. Останутся кровельные работы, которые минусовые температуры не страшны. И также, возможно, интерьер. Какие-то работы у нас есть. Замена деревянных элементов лестницы также в контракте. То есть останутся на декабрь месяце, естественно, работы, которые не будут как-то усугубляться минусовой температурой. Состояние лепного декора, который прошает колонны второго и третьего ярусов, плачевное. Из 16 колонн его можно найти только на одной-двух. Практически все утеряно. Сейчас в данный момент сняли образцы, заливаются формы и начинают отливать сами лепные элементы, которые в дальнейшем будут монтировать. Лежневская колокольня – это последний объект культурного наследия в регионе, который удастся отреставрировать в рамках целевой программы «Культура России» в 2012-2018 годы. Реставрация обойдется федеральному бюджету в 37 миллионов рублей. В Комитете по охране объектов культурного наследия сообщают, что аналог программы, скорее всего, будет. Религиозным организациям сейчас уже такая информация поступила, и они потихонечку начинают собирать комплект документов. Комплект документов, как мы знаем, будет очень похож на тот, который требовался в последние годы, в 2016-2018 годы для реставрации объектов культурного наследия. И мы надеемся, что эта программа все-таки будет продолжена, потому что это тот источник финансирования, который нельзя просто-напросто так закрывать, потому что это за время существования этой программы на территории Ивановской области было проведено достаточно много работ и вложено в реставрацию объектов культурного наследия порядка 300 миллионов рублей. В течение двух недель на колокольне будет закончен монтаж строительных лесов. Только тогда можно будет оценить, в каком состоянии находится кровля. Контрактом предусмотрена реставрация каркаса купола главы замена кровельного покрытия. Интересно, что на фотографиях 1973 года Креста и глав у колокольни не было вовсе. Привычный сейчас глазу Лежницев серый купол и крест колокольни заблестят. Вместо медного будет купол из нержавеющей стали, на который нанесут нитрит титан под золото. А вот сам крест покроют тонким слоем драгоценного металла. После завершения всех работ Лежницевская колокольня предстанет перед жителями и гостями поселка в первозданном виде.